Помешивая чай в стакане, Даша с тоской глядела, как за окном летят снизу вверх клубы серой пыли. Ей казалось, что вот прошли два года как сон, и она опять дома. А от всех надежд, волнений, людской пестроты, от шумного Петербурга остались только вот эти пыльные облака. «Эрцгерцога убили», — сказал Дмитрий Степанович, переворачивая газету. «Какого?» «То есть как какого? Австрийского эрцгерцога убили в Сараево». «Он был молодой?» «Не знаю. Налей-ка еще стакан». Дмитрий Степанович бросил в рот маленький кусочек сахара. Он пил всегда в прикуску и насмешливо оглядел Дашу. «Скажи на милость», — спросил он, поднимая блюдечко. Екатерина окончательно разошлась с мужем. «Я же тебе рассказывала, папа». «Ну-ну». И он опять принялся за газету. Даша подошла к окну. «Какое уныние!» И она вспомнила белый пароход. И главное, солнце повсюду. Синее небо, река, чистая палуба. И все, все полно солнцем, влагой и свежестью. Тогда казалось, что этот сияющий путь, широкая, медленно извивающаяся река и пароход Федор Достоевский вместе с Дашей и Телегиным вольются, войдут в синие без берегов море света и радости, счастья. И Даша тогда не торопилась, хотя понимала, что переживал Телегин, и ничего не имела против этого переживания. Но к чему спешить, когда каждая минута этого пути без того была хороша, и все равно они приплывут к счастью? Иван Ильич, подъезжая к Самаре, осунулся, перестал шутить. Даша думала, плывем к счастью, и чувствовала на себе его взгляд. Такой, точно сильного, веселого человека переехали колесом. Ей было жалко его. Но что она могла поделать? Как допустить его до себя хотя бы немножко, если тогда, она это понимала, сразу начнется то, что должно было случиться в конце пути? Они не доплывут до счастья, а на полдороги нетерпеливо разворуют его. Поэтому она была нежна с Иваном Ильичем и только. Ему же казалось, что он оскорбит Дашу, если хоть словом намекнет на то, из-за чего не спал уже четвертую ночь, и чувствовал себя в том особом, наполовину призрачном мире, где все внешнее скользило мимо, как тени в голубоватом тумане, где грозно и тревожно горели серые глаза Даши, где действительностью были лишь запахи, свет солнца и неперестающая боль в сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова